привет друзья я конечно ждал от компании okitel защищенный планшет с мощной батареей но все же новая модель rt7 titan превзошла все мои ожидания потому что производитель умудрился оснастить ее батарей на 32000 миллиампер часов это своего рода рекорд так как в мире больше нет 4g планшета с такой емкость аккумулятора хотя по большому счету этот рекорд поставлен еще в августе именно тогда появилась 5g версия этого планшета и вероятно чтобы расширить аудиторию своих пользователей okitel решила выкатить версию планшета чуть проще и соответственно дешевле к тому же всю эту неделю вплоть до 15 декабря проходит мировая премьера новинки и вы можете ее приобрести по цене 250 долларов в описании к это видео я оставлю ссылку по которой вы всегда сможете посмотреть актуальную цену и при желании приобрести но для того чтобы было вам проще понять насколько подходит вам этот планшет рекомендую досмотреть это видео до конца начну на раз ключевых характеристик ибо помимо мощнейшей батареи rt7 имеет и множество других достоинств в частности 10 1 дюймовый IPS дисплей с full hd plus разрешением процессор mediatek mt8788 48 мегапиксельную основную камеру навигационная система gps glonass galileo android 13 8 гигабайт оперативной памяти с возможностью расширения до 16 гигабайт и накопитель на 256 гигабайт 32 мегапиксельная фронтальная камера поддержка двух sim-карт а также 20 мегапиксельная камера ночного видения и 2 мегапиксельная макро естественно это далеко не все достоинства этого планшета в процессе обзора узнаете все подробнее но прежде предлагаю взглянуть на комплект поставки он здесь поистине царский потому что помимо самого планшета в коробке можно также обнаружить 33 ваттный адаптер питания кабель usb type-c ремешок с помощью которого планшет будет удобно носить на плече также имеется отвертка крепления и винты они пригодятся если вы захотите прикрепить например вот эту вот металлическую ручку с помощью которой также удобно будет переносить планшет ручка очень легкая она также может выступать в виде поставки для планшета в общем очень полезный аксессуар также имеется кожаный ремешок на руку он также будет полезен при использовании планшета потому что надо понимать что устройство очень тяжелое его вес составляет 1221 грамм и комплектные аксессуары безусловно сделают использование более комфортным ну и завершая разговор о комплектации отмечу также наличие сопроводительной документации ключика для извлечения лотка sim-карты и карты памяти и защитная пленка которая предварительно наклеена на экран производителя выпускается планшет двух цветовых решениях в моем случае это синий на корпусе можно заметить синие полосы также существует вариант в черном там эти полосы будут черного цвета собственно говоря в этом вся и разница дизайн планшета очень похож на предыдущие модели компании такие как rt2 например здесь также можно заметить отверстие под винты для крепления ручки ремешка и выделяется он здесь разве что крутым блоком камер которые прямо самих камер также содержит двойную вспышку и инфракрасные датчики для камеры ночного видения также друзья обратите внимание на наклейку nfc я честно говоря еще не видел планшетов с такой опцией также из необычного отмечу наличие с левой стороны под резиновой заглушкой разъема hdmi который кстати говоря в 5g версии этого планшета отсутствует рядом расположен на разъем type-c также под резиновой заглушкой и один из двух стереодинамиков с правой стороны находится качелька регулировки громкости кнопка питания микрофон и второй динамик снизу абсолютно пусто и сверху можно обнаружить лоток для двух сим-карт и карты памяти точнее сказать это комбо лоток здесь одновременно можно использовать либо две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти на фронтальной части планшета пойма 32 мегапиксельной фронтальной камеры можно увидеть индикатор заряда и пропущенных уведомления штука очень полезная что касается защищенности планшета то здесь полное включает сертификацию по стандартам ip68 ip69k и mil std 810h иными словами планшет имеет защиту от воды пыли грязи экстремальных температур и способен выдерживать падение на бетон с метровой высоты все это конечно же позволяет использовать планшет практически любых экстремальных условиях выполнен планшет из прочного поликарбоната в сочетании с металлом со стороны дисплея можно заметить что рамка немного выступает и тем самым она защищает стекло в случае если планшет упадет плашмя экраном вниз при этом здесь используется очень прочное стекло dragon trail так что экран не должен разбиться даже если планшет упадет на не совсем ровную поверхность дисплей устройства относительно небольшой 10 1 дюйм с разрешением 1920 на 1200 пикселей он достаточно простенький здесь используется и пес матрица частота обновления стандартная 60 герц запас яркости средне 400 нит но это вполне достаточно для того чтобы информация была читаема даже при использовании планшета вне дома адаптивная яркость здесь также имеется и работает на очень корректно крайней мере мне не приходилось ни разу прибавлять или убавлять яркость то есть как она определяет так принципе меня это устраивает настройках экрана вы можете выбрать цвета по умолчанию они натуральные и на мой взгляд это на самые лучшие цвета которые отображаются на этом планшете но также вы можете выбрать яркие или насыщенные из нестандартных настроек отмечу наличие пункта hdmi который вам пригодится в случае если вы захотите подключить планшет например к проектору да еще друзья очень важный момент экран планшета невероятно чувствительный причем до такой степени что вы вполне можете использовать его в перчатках все это работает без проблем сканер отпечатков пальцев здесь нет но разблокировка по лицу имеется работает она достаточно быстро и корректно что касается программного обеспечения то работает устройство практически на голом android 13 все здесь очень похоже на то что мы видели на смартфонах этого бренда на обновление системы я бы не надеялся но на обновление безопасности и оптимизации системы рассчитывать стоит по крайней мере пару лет подобные патчи приходить будут из дополнительных приложений имеется duraspeed которая ускоряет активное приложение путем снижения работы фоновых процессов про сумку с инструментами производитель также не забыл здесь тоже имеется но список таких инструментов здесь очень невелик имеется компас шумомерности на уровень уровень замер высоты лупа сигнал тревоги отвес и транспортир такое минимальное количество софта связано прежде всего с тем чтобы не перезагружать процессор дело в том что здесь используется восьмиядерный медиатек mt 8788 на котором базируется уже половина планшетов которые создала компания oketel чипсет в целом неплохой он выполнен по 12 на метровому техпроцессу и оснащен четырьмя ядерами cortex a53 с тактовой частотой 2000 мегагерц и четырьмя ядерами cortex a73 с такой же частотой за графику отвечает соответственно mali g72 тесте antutu планшет набрал 260 387 попугаев не самый лучший результат но на практике планшет работает достаточно стабильно и в купе с 8 гигабайтами оперативной памяти позволяет запускать столько приложения сколько вы хотите плюс ко всему здесь есть возможность расширения оперативной памяти вы можете добавить к 8 гигабайт там физической оперативной памяти еще 8 гигабайт виртуальной оперативной памяти которая берется из внутреннего накопителя объем которого составляет 256 гигабайт хранилище также можно расширить карта памяти объем до 1 терабайта так что как видите с памятью у rt7 проблем нет ее хватит под любые задачи что касается камер то обычно планшетов они не самого лучшего качества но случаям с rt7 все не так уж и плохо по крайней мере он имеет два довольно таки приличных модуля 48 мегапиксельный основной и 20 мегапиксельная модуль ночного видения вероятно это sony amx 350 что касается 3 модуля макро то здесь не так примечателен но возможно вы любите снимать насекомых растения то думаю что в этом случае он вам будет полезен интересно то что камера по умолчанию снимают сразу же в разрешении 48 мегапикселей и снимки получаются достаточно приличного качества на уровне бюджетных смартфонов отмечу наличие стабилизации для фото благодаря чему у вас меньше шансов получить смазанное изображение видеосъемка доступна здесь максимум в разрешении full hd стабилизация отсутствует поэтому не ждите плавных видеороликов движения что касается фронтальной камеры то она имеет разрешение 32 мегапикселя честно говоря я не припомню чтобы когда-либо видел такое разрешение планшетных камерах здесь также имеется стабилизация фото и возможность снимать видео в разрешении 1080p то есть по факту это отличная веб-камера для видеоконференции она даст максимально отличную картинку также в приложении камеры имеется множество дополнительных режимов таких как монохромные сканирование hdr профессиональные боке и ночной при желании вы их конечно же можете использовать хотя в целом это больше как бонус не думаю что вы будете использовать планшет потому что такой тяжелый планшет в качестве повседневной камеры предлагаю ехать дальше и поговорить о звуке хоть здесь динамиков только два они четыре тем не менее они мощные громкие даже без использования опции bass loudness которая на максимальной громкости искажает звук поэтому лучше ее вообще отключить куда положить а у китал теперь не является производителем смартфонов самой мощной батареи но что касается планшетов то здесь компания продолжает удерживать лидерство как и rt7 5g так и обычный rt7 с аккумулятором на 32000 мАч оставляют всех конкурентов далеко позади и я могу с уверенностью сказать что вопроса в том сколько держит аккумулятор у пользователя этого девайса уж точно не возникнет потому что посадить батарею здесь очень очень сложно он способен работать до 180 дней в режиме ожидания а если вы будете им пользоваться то в среднем заряжать будете примерно один раз в неделю и даже если вы его не будете выпускать из рук будете постоянно смотреть видео или использовать в качестве навигатора то прежде чем он разрядится пройдет около 35 часов ну конечно имея планшет с такой мощной батареи будет грех не использовать его в качестве внешнего аккумулятора его мощностей вам хватит чтобы множество раз зарядить свой смартфон цифровую камеру или какую-нибудь другую технику заряжается сам планшет учитывая огромную емкость аккумулятора достаточно быстро штатного 33 ваттного адаптера на это уходит около шести часов ну и напоследок отмечу что в этом планшете полный порядок с коммуникациями я уже говорил о наличии порта hdmi в современных планшетах это большая редкость помимо этого есть поддержка сетей 4g тем самым вы можете использовать планшет не только для мобильного интернета но и для разговоров вы можете осуществлять звонки принимать звонки и разговаривать в режиме громкой связи помимо этого из коммуникации имеется поддержка bluetooth 4.2 wi-fi 5 также имеется поддержка навигационных систем gps главнас и галилео в целом на мой взгляд это отличный планшет из минусов отмечу разве что отсутствие аудиоразъема здесь точно бы не был бы лишним потому что версия bluetooth не самая свежая 4.2 в остальном зачет планшет некотором роде уникальный альтернатив нет не считая модель rt7 5g но по сути можно считать что это одна и та же модель просто в разных версиях он замечательно подойдет для использования на промышленных предприятиях предприятиях автосервиса для любителей отдыха на природе для различных экстремалов да собственно говоря для всех тех у кого приоритете чтобы устройство как можно дольше работала без подзарядки в этом плане он единственное и неповторимое ставлю ему 8 баллов из 10 покупать его или нет уж решайте сами надеюсь этот обзор вам поможет на этом все если это видео вам понравилось поддержите вас жирным лайком оставляйте комментарии что думаете о китае рт7 задавайте вопросы также подписывайтесь на канал и группа камеревью в телеге и главное не забывайте все самое интересное еще впереди